Привет, ребята! Это Настя. Наверняка у вас есть какие-то коллеги, друзья или, может быть, родители, которые говорили вам, «Пора тебе уже за ум взяться, остепениться, не знаю, найти постоянную работу, с карьерой определиться, семью завести, детей завести, может быть, квартиру нужно купить». А вы им в ответ или вы слышали, как кто-то в ответ говорит, «Да ты что? Это какие-то пережитки прошлого, сегодня 30, это новые 20, и вообще карьеру меняют сейчас по пять раз за жизни, и детей сегодня не все обязаны заводить, можно прекрасно жить и без них». И короче, жить надо просто в своё удовольствие. Что правильно, а что нет? Что хорошо, что плохо? Кто решает, что хорошо, а что плохо? Если вы задавались таким вопросом, то добро пожаловать в это видео. Сегодня я хочу с вами поделиться одним из своих самых любимых идей и исследователей, профессоров в этой теме, и это Джонатан Хайт, который изучает мораль. До того, как мы начинаем задумываться о вопросах морали, мы часто воспринимаем мораль как нечто однозначное. Вот это морально, а это аморально — точка. Но есть эксперименты умственные, которые можно делать и которые хорошо иллюстрируют, что на самом деле ничего однозначного в моральности нет. И это очень относительное понятие. Часто одним из таких экспериментов является trolley card experiment. Может быть, вы о нём слушали, но для тех из вас, кто не знает о нём, я объясню. То есть это гипотетический умственный эксперимент, когда вы представляете, что вы видите… Несётся поезд по путям, и он несётся прямо на пять человек, которые привязаны к этим путям. Но вы стоите рядом, и вы увидите, что вы можете перекинуть переключатель рельсы, чтобы переключились, и он пойдёт в другую сторону, где только один человек. Сделаете ли это? То есть вы перекинете переключатель, и вместо этих пяти убьёт этого одного человека. Что вы сделаете? Подумайте сейчас. И дальше второй вариант развития событий. Вы стоите на мосту и видите, как несётся поезд, и он несётся на пять человек, которые привязаны к рельсам. Но перед вами стоит огромный большой человек, и вы можете слегка его толкнуть. И, допустим, в этой ситуации вы знаете наверняка, что он упадёт под поезд, и за счёт его большого веса поезд остановится, погибнет только он, а те пять не погибнут. Что вы сделаете в таком случае? Вы толкнёте этого человека или нет? Я вам предлагаю сейчас, ребята, остановить видео и написать это в комментариях. Мне будет очень интересно увидеть, и я думаю, всем будет интересно увидеть. Но вообще… В целом… Подождите, написали? Написали? Окей. В целом, большинство людей считает, что перекинуть рельсы, как бы перевести на другую сторону, чтобы погиб только один человек — это морально, а толкнуть кого-то — это аморально. С утилитарной точки зрения и в том и в том случае погибает один человек вследствие твоих действий. Но абсолютно одинаковое… Outcome, абсолютно одинаковый вывод мы воспринимаем как одно из них морально, а другое из них аморально. То есть мораль — это не что-то, что мы можем полностью рационализировать, это не что-то полностью логичное. Чаще всего это очень интуитивная вещь, которая идёт… Эта интуиция была выработана нашей культурой, нашими ценностями. И вот теория морали Джонни Хайта — Morals Foundation Theory, она называется. Она как раз и объясняет, как наш культурный бэкграунд влияет на то, что мы считаем моральным или нет. Хайта и его коллеги делали эксперименты, чтобы пытаться определить, какие ценности стоят за нашим восприятием какого-то поступка или события как моральное или аморальное. И они нашли пять таких ценностей. Две из них разделяют люди как либеральные, так и консервативные. И это ценности Harm and Fairness. То есть Harm — вред. Чем больше ты наносишь вреда кому-то ещё, тем более аморальным это воспринимается обеими сторонами, как либералами, так и консерваторами. И чем больше ты fair, тем, опять же, это считается более аморальным. Но это две основные и единственные ценности, на которых более прогрессивные либеральные люди дают оценку событиям как моральные или аморальные. В то время как у более консервативных людей есть ещё три ценности, которые они учитывают, когда они приходят к оценке. Первое — это лояльность. Лояльность к своей организации, к своей семье, группе людей, частью социума, к которому ты принадлежишь. Например, если ребёнок совершил… У тебя есть ребёнок, он совершил какое-то злорадство. Например, он кого-то убил. Что с твоей стороны будет моральным поведением. Если ты как более либеральный и прогрессивный человек ориентируешься исключительно на справедливость и на вред, то тогда ты скажешь, что несмотря на то, что мне это причинит огромную боль, мой ребёнок причинил вред другому человеку, и поэтому он должен понести наказание. Но если ты ориентируешься на лояльность, как на ценность, то тогда ты можешь сказать, «Да, так случилось, но это мой ребёнок. Я его буду защищать до конца, и я приду в courtroom на суд и скажу, что в этот день, когда это произошло, этот ребёнок был со мной, и значит, он не мог этого сделать». Мне интересно, ребята, вот конкретно по этой ситуации, что бы вы сказали? Морально это или аморально попробовать защитить своего ребёнка. Как вы считаете? Вторая дополнительная ценность, на которую ориентируются более консервативные люди — это уважение к авторитету. И авторитет может быть родителем, может быть руководство государства, это могут быть традиции, это может быть закон. Просто есть такая тенденция думать в иерархических категоризациях всего вокруг, и то, что стоит выше по иерархии, автоматически заслуживает уважения и подчинения. Ну и последняя, третья ценность, которая отличает консерваторов от либералов — это ориентация на чистоту и непорочность. Это может быть как физическая чистота, так и какая-то непорочность в поступках, что бы это ни подразумевало. Очень часто в этих американских исследованиях они используют ментальный эксперимент. Говорят человеку, кто-то помыл свой туалет флагом. Думаете ли вы, что это аморально? Если этот человек либерал, он будет, скорее всего, говорить, что это немного странно и может быть немножко offensive. Но это действие никому не причинило вреда, и оно не было несправедливым ни по отношению к кому-то. Поэтому да, это как-то… Но это не аморально. В то время как тот более консервативный человек воспримет это как нечто аморальное. Я знаю… Например, на своём personal experience, на своём личном опыте сейчас, когда были в Америке протесты, они сжигали флаги в последние месяцы. И Эрика, моя подруга, она переживала это… Переживает ей очень больно видеть, когда горит американский флаг. И для неё это… У неё это вызывает физическую… Физический эмоциональный дискомфорт. Это то, что, наверное, я никогда не смогу понять. Но это, например, тот момент, где мне эта теория, символизм, значение этого флага и чистоплотность действий, она мне помогает принять её точку зрения как настолько же объективную в её восприятии мира, насколько моя точка зрения кажется объективной мне в моём восприятии мире и в моих ценностях. Может быть, пока вы слушали это, вы узнали себя в каких-то описаниях или примерах. Но я вам советую пойти на сайт yourmorals.org. И это сайт с тестами по морали, которую именно сделал профессор Хайт и его коллеги. И вы можете посмотреть, куда вы на этом спектре попадаете и какие ваши ценности. Конечно, это всё идёт через немножко американский контекст. И это тоже нельзя как бы disregard, отбросить. Это не совсем точные результаты даёт для нас. Более того, весь спектр либерал-демократ не переносится один в один на наши политические системы. Но всё равно это помогает понять, откуда… Я, например, стала понимать, когда у меня есть очень чёткая позиция по какому-то controversial вопросу, откуда что мною движет, когда я считаю, что вот это правильно или вот это правильно. Я вот к этим базовым пяти ценностям отхожу, и это помогает мне увидеть, откуда эта позиция идёт и откуда идёт позиция другого человека. Как пример могу вам дать whistleblowing. Я попробовала найти это на русском, но я не могу. Короче, когда кто-то в организации знает, что организация или кто-то в ней делает что-то плохо, и он даёт огласку этому. Если человек либеральный и более ориентирован на… Окей, в этой организации что-то происходит, что наносит вред окружающим, и это несправедливо, то он будет относиться к whistleblower как к герою, который помогает избавить нас от вреда и от несправедливости. Но если более консервативный человек, и для него лояльность как ценность настолько же важна, как и справедливость, и не навреди — обычная лояльность не более важная, но она настолько же важна — то этот человек смотрит на эту ситуацию через призму, как ты был инсайдер этой организации, потому что, чтобы стать whistleblower, надо быть частью чего-то. Ты был инсайдер, и ты предал эту внутреннюю организацию, ты предатель. И это только один пример. Но если бы мы могли смотреть не только через призму своих ценностей, но и через призму ценностей своего оппонента на каждую вещь, над которой мы спорим в обществе, это бы позволило нам действительно меньше спорить, больше к креативным solution решениям приходить. И вот это тот момент, где американское образование немножко недотягивает, потому что оно очень сильно… Вообще не только американское, северное американское, наверное. Оно очень сильно доминировано либерально настроенными не только профессорами, но и студентами, что делает очень сложным услышать голос другой страны, который может точно так же обогатить твой мыслительный процесс. И тут у меня есть прекрасный пример. Это Роберт Джордж — профессора из Принстона. Роберт Джордж и Корнелл Уэст. Корнелл сейчас уже, по-моему, он в Гарбете, да? Но они… Один из них — консерватор, другой из них — либерал. Они имеют диаметрально противоположное восприятие всего, всех социальных ключевых вопросов и всего. И что они сделали? Это было десятки лет назад ещё, когда они начали. Они решили, «Ах, раз мы настолько по-разному на всё смотрим, мы возьмём и вместе будем преподавать в Принстоне класс, и мы дадим студенту увидеть и эту сторону, и эту сторону, и дать возможность студенту решить, где он стоит, потому что он получил аргументированный input с двух противоположных сторон». И это такой потрясающий симбиоз. Я оставлю вам какие-нибудь ссылки внизу, вы можете посмотреть. Они очень много интервью дают вместе. И вот это действительно тебя очень обогащает, именно такой формат. Вообще, для меня я вижу развитие как способность держать чужую точку зрения, не теряя свою, но объективно держать чужую точку зрения и рассматривать её без предвзятости и без желания ответить как бы аргументами, парировать, чтобы показать, почему вот тут вот тут неправы. Нет. До того, как начать кого-то убеждать, что кто-то в чём-то неправ, есть продолжительный период, когда ты слушаешь, и это, наверное, то, чего нам в обществе не хватает, потому что мы не слушаем, мы ждём, пока другой человек остановится, чтобы сказать всё, что мы считаем по этой теме. Я надеюсь, что знакомство с этой темой позволит вам немножко больше слышать. Это всё на сегодня, ребят. Увидимся в следующей пятницу. Пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова